Здравствуйте, я доктор, меня зовут Лилия Кардашевская, я преподаю в университете медицинском студентам 5-6 курса, выпускникам, не только русскоязычным, но и иностранным студентам. И вот сегодня такой день, 1 июня, это день защиты детей. Это самое главное, самое ценное, что есть в жизни вообще нашего общества, любого, какой национальности бы ни были. И нас воспитывали всегда в интернациональной любви и дружбе между всеми народами. Я считаю, что наша задача воспитать детей наших правильно, чтобы наши дети никогда не слышали свиста пуль, взрыва бомб, голос самолета у вертолета, чтобы они не бежали в подвал или по вот этими бомбовыми ударами, которые сейчас испытывают бедные дети из Славянска и Краматорска. Это ужасно, вы знаете, никогда еще слово мир не приобретало для нас такого реального значения. Потому что раньше мы это воспринимали просто как слово. Мир, май, дружба, труд и так далее. А в настоящее время для нас это очень актуально. Я не хочу, чтобы мой внук ночевал в подвале. Я не хочу, чтобы наше правительство применяло оружие против собственного народа. Это преступление, это в любой конституции, любой страны записано, не имеет права никакое правительство использовать армию против своего народа. Хотя бы как они его не назвали, сепаратисты, террористы, преступники, бандиты. Получается, что 5 миллионов в Донецкой области это что террористы? Неужели непонятно, что люди с 1 марта, выразящие свое собственное мнение, они не могут быть все террористами? И на референдуме 11 мая это было все понятно, что нас много. Неужели для того, чтобы замолчать, нас надо разбомбить и уничтожить? Нет, оказывается, все очень просто. Просто Америка хочет добывать сланцевый газ. И именно на территории Славянска. Именно так. Поэтому мне хочется призвать все эти преступные группировки, которые действительно преступники, они поднесут заслуженное наказание, пусть не сейчас, через месяц, через год, но это обязательно будет произведено. Люди никогда не оставят это просто так. И ни одна слезинка нашего ребенка не останется безнаказанной. Продолжение следует...